Всем привет! Записываем коротенькое видео, просвещенное обзору одной интересной приманки. Это дуэл Хатку Мину 90F. Приманка предназначена для ловли окуня, судака. И представляет из себя очень уловистую модель для ловли этих хищников. Начну с небольшой истории, как всегда, откуда она у меня появилась, как я ее разловил. И как я ее использую в различных методах ловли. Начну несколько издалека. Эта приманка у меня появилась, наверное, лет 10 назад. И долго, так скажем, была, долго лежала в коробке. Сначала она у меня появилась в 70-м размере Хатку Мину 70F. Приманка плавающая, флоутин. Ну и долго у меня блестюнчик валялся в коробке. Я не знал, как его использовать. А в то время я занимался ловлей окуня на своей домашней речке. Речка не глубокая, мелкая. Ну, акунек, так скажем, присутствует. И я его приловчился ловить на вращающейся блесенке. Ну, своим методом, как я его называю, испанский метод. На блесну с шариком, с наливным шариком. На вращающуюся блесну с наливным шариком. Заброс такой снастью получается дальний. И им можно облавливать спокойно мелководья, не боясь зацепов. Об этом способе смотрите по ссылочке вот здесь вверху. Переходите в ролик. Подробно рассказано об этом испанском методе. Но я сейчас хочу рассказать именно об этой приманке. Ну, вот как бы кидал я эти блесенки. Ну, и стал замечать, что, в принципе, окунь присутствует. В реке даже кормится. Слышно, как он чавкает. Чавка не окунь. Это слышно, как он охотится на малька. Но на блесенки, значит, уже не берет. Но, очевидно, так скажем, накололся. Приманка приелась. То есть, уже не реагирует. Ну, думаю, да, я заброшу вот этого блестюнчика. Как-то я его сразу назвал блестюнчик. Потому что он блестящий. В нем несколько видов отделки, как пишет производитель. Значит, ну, думаю, дай покидаю, попробую. Ну, а как его кидать? То у меня спиннинг длинный, 2,7 метра. Значит, большой. А приманка весом всего 4,5 грамма. А у меня спиннинг тестом от 15 до 40. До 40 граммов. Ну, 15 минимум. Ну, что, долго думать не стал. Взял, взял, привязал, значит, поводок из монолески 0,45. Диаметром 0,45 миллиметра. Ну, и длиной взял его метр 20, где-то метр 40. Вот такой поводок вставил. Вот толстая такая леска тяжелая. Ну, и у меня получился как нахлостовый шмур. И вот стал, значит, этой снастью забрасывать вот этого блестюнчика. Ну, и окна, короче, значит, на перекатике, как с ума сошел у меня по этому гоблеру. И он не давал им вообще прохода. Я в первый же вечер поймал полную у меня для улова торба такая на ремне. Ну, полную торбу эту я набил. Ну, килограмма три, наверное. Ну, для нашей реки это огромный улов. Килограмма три, да больше, наверное, даже этого окуня за вечер хапнул. Ну, так скажем, домой пришел весь. От счастья свечусь, жене хвалюсь добычей, уловом своим. Ну, и вот, как бы оказалось, что приманка чрезвычайно уловистая. Ну, чрезвычайно. То есть, вот это вот конкретно мой самый первый воблер 70-ка, на который, так скажем, я начал ловить окуней. Он весь покусанный, подраный, но, тем не менее, значит, он целый. И, так скажем, по-прежнему является уловистым по окуню. Вот, вот такую, значит, вот так произошло открытие этой приманки. Потом я уже взял большую модель 90-ю, потом 110-е прикупил, значит, приманки. И, так скажем, стал их уже дальше использовать. Ну, давайте по порядку. Давайте расскажем технические характеристики этой модели. Ну, более подробно. Значит, приманка производится фирмой Дуэл. Не Юзури, а Дуэл. Это головная корпорация, в которую входит фирма Юзури. Значит, чем славится этот воблер? Значит, ну, вот у меня конкретно написано материалы, значит, из Японии, собрана на Филиппинах. Значит, какие здесь, значит, приманка на самом деле при внешней. Ну, и внешне, она, конечно, ее можно разглядывать часами. То есть, каждую чешулочку, то есть, каждый глазик, каждое, значит, покрытие, ну, сделано по высшему разряду. Значит, есть специальная система дальнего заброса магнитная. Magnet Weight Transfer System International Patent. То есть, запатентовано и в Японии, и в Соединенных Штатах системы. Вот эта система Хатко. Это международный патент. Значит, дальше. Приманка при длине 90 миллиметров весит 6 граммов. Значит, ну, вот, скажу так, что после 70-ки я все-таки перешел на 90-е воблеры. Вот эти, Хатко 90-е. Я их купил более 10 штук в разных расцветках. Вот, значит, ну, так скажем, одного вот такого размера 90-го. И купил даже в запас несколько коробочек. Ну, почему? Потому что приманка, ну, необыкновенно улоистая. Необыкновенно. По окуню это просто автомат Калашникова. Ну, наверное, превосходит, как я говорю, по окуню убойность автомата Калашникова. Ну, так же я прикупил 100 десяток. Несколько штучек, парочку, троечку. Значит, ну, 100 десятки, они у меня используются для ловли судака. Значит, ну, об этом я отдельно расскажу как-то в разделе Троу Риджи. Значит, сейчас мы поговорим про основную 90-ю модель. Про основную 90-ю модель. Значит, в чем ее прелести, в чем, значит, ее преимущество. И как я ее использую для ловли окуня. Ну, скажу так, что, почему перешел на 90-ю модель. Ну, потому что 70-ки, проходу не дает мелкий окунь. Ну, как бы, я уже от такого размера окуня маленько подотвык. Ну, так скажем, не нужна мелочь. А вот на 90-й ходко-мину, значит, ну, ловится вполне нормальный окунь. И даже трофейный. Ну, по нашим меркам, там, грамм 300-400, такие кони-арки летают. Ну, вот. Значит, уже 90-я модель ловит приличного окуня. Он хорошо закидывается спиннингом. То есть, я использую для ловли окуня. Я использую спиннинг длиной 2,7 метра. Это у меня норстрим динамик. Вот. И также была модель Тейлленд Скейл Атлет. Тоже 2,7 метра. Тоже хороший спиннинг. Вот. Хорошо он закидывается. Ну, также использую обязательно поводок из монолески. И приманка, значит, ну, очень хорошо собирает окуня на реке. На глубине, значит, я рыбачу где-то полтора метра. Вот так вот. Метр. Бывает, что даже и под ногами где-то на глубине полметра провожу. Ну, а рабочая глубина вот этого воблера где-то 0,5-0,6 метра. Припроводке провожу неспешным твитчингом. Ну, и так скажем, очень хорошо окуня. Теперь надо сказать пару слов, значит, что, ну, вот эта модель точно так же хорошо собирает судака методом при ловле, методом тролл-ридж. То есть, есть еще у меня розовенькая модель такая. Ну, судак, значит, очень уважает эти приманки. Есть интересные расцветки. Ну, зелененькое золото. Причем здесь есть вот даже такая проплешинка сквозная. Ну, это специально сделано, как сказано, в каталоге для прицеливания хищника. То есть, воблер даже можно с задней стороны, ну, имеется специально такая световая точка цена для атаки хищника. Ну, интереснейшие приманки, очень качественные. Тройники анодированные, морские. То есть, тройники не ржавеют, не боятся воды абсолютно, коррозии не боятся. Ну, и покрытие очень стойкое. То есть, вот видели, многие другие воблеры страдают тем, что у них не очень стойкое покрытие. Ну, вот на ходку мину покрытие очень стойкое. То есть, я беру вот этой приманки, наверное, у меня лет 10. Ну, до сих пор она в строю. Переловила уйму окуня. Окуня, значит. Ну, тем не менее, она в порядке. Вот. И, как я повторюсь, я уже, значит, вот этих приманок, я себе десяток штук прикупил в запас. Они у меня в коробках лежат. Ну, это, так скажем, боец всех времен и народов. То есть, он будет ловить и еще спустя 10 лет. То есть, я уверен, что эта приманка будет востребована на протяжении многих лет. Поэтому советую. Значит, если у кого будет возможность купить, покупайте, не жалейте. Ну, вот в основном работает вот такая вот расцветочка с голубой спинкой, с точечками. Блестюнчик. То есть, лучше всего работает. Она, по-моему, под номером 1 идет в каталогах. Очень уловистая расцветка. Основная. Вот. Это вот, что касается вот этой приманки. То есть, отметим ее плюсы. Значит, высокое качество отделки. Значит, высокая степень зеркальности у нее. Есть система дальнего заброса. Воблер плавающий. То есть, при отпуске он понемножку всплывает. Но не как пробка всплывает, сразу скажу. Рабочая глубина проводки 0,5-0,6 метра. Значит, можно рыбачить, так скажем, на глубине. На небольшой. Но используется на водоемах с проточной водой. Для обловывания глубоких мест до 1,5 метра. Более подробно о ловле окуня на этот воблер. А также на испанский метод, так называемый, с шариком и вращающейся блесной. У меня снят отдельный ролик. Там именно показан процесс рыбалки. Значит, то есть, не голословно смотрите, как ловит это. Не на словах, а смотрите видео. На что способен этот воблер. Ролик размещен на моем платном канале. Boosty Tube, Allobody Fishing. Значит, ссылочка есть в описании. Ссылочка вот здесь у вас на экране. Значит, набирайте либо вот в адресной строке вот этот адрес. Либо переходите по ссылочке, которая есть внизу в описании. Смотрите, значит, ролик и, как говорится, почувствуйте разницу платного контента. Ну, так скажем, вот пока бесплатного на ютюбе. Вот. Всем хороших уловов. Значит, обязательно будут еще в ближайшее время ролики по ловле судака на водохранилище. По ловле методом Troll Ridge. Также покажу вам, как, значит, будет ролик, как ловить судака методом Troll Ridge на воблеры небольшого размера. То есть, обязательно будет ролик. Ну, я его также анонсирую. Значит, анонсирую здесь. А потом выложу на Boosty. Хотите, значит, по разовой оплате, разовую оплату делайте, смотрите один ролик. Хотите, берите месячную подписку. Ну, в месяц я планирую 2-3 ролика выпускать. Ну, примерно, то на то будет выходить. Вот. То есть, будет снят ролик про ловлю на небольшие воблеры методом Troll Ridge. То есть, вот на эти вот приманки. Значит, я обязательно расскажу, что это за приманки, как методом Troll Ridge на них ловить. Ну, и, соответственно, покажу. Все. Всем пока. Хороших уловов. Да. Следующих встреч на канале ProLobo.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова